Добрый день, партнеры. Пока добавляетесь. Сегодня, как обычно, запланирована встреча с Любой Викторовной Засориной. И тема сегодня будет очень для многих актуальна. Это легкий, да, Любая Викторовна? Все верно? Да, легкий, 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 да. А на следующей неделе, после легких прочитанных, будем, я вам прочитаю «Коронавирус». О, здорово, да. Не хотела читать, но Ирина Петровна во вторник вам читает там «Продолжение питания», а я вам прочитаю «Продолжение легких по коронавирусу». Сейчас новые сведения, очень много поступает, чтобы вы были аккуратными. Да, хорошо, я еще добавлю. Пока будет лекция, вы не сможете взять микрофон, а попозже я включу, чтобы у нас не было здесь шума. То есть поднимайте руку, если кому-то нужно будет что-то спросить, я отдам вам голос и пишите в чате какие-то вопросы, тоже зачитаю. Но в конце включу все микрофончики. Все, Любовик, спасибо, слушаем. Так, добрый день, добрый день. Сегодня мы будем разбирать, что же такое легкий. В тот раз мы разобрали каплю крови, то есть каплю жизни нашей. Вот, и легкие вместе с сердцем прокачивают огромное количество кислорода, вы видите, им можно наполнить аэростат. Огромные, помните, старые фильмы, когда летали эти аэростаты. Значит, если легкие растянуть, то это футбольное поле. Но я думаю, что вы все видели легкие у животных, хотя бы там, ну, там, коров или там, ну, даже и куриц. Они, в принципе, такие, как мешочки, мешочки. То есть они совершенно не твердые, как вот у нас руки там и так далее. Вот, даже как сердце, сердцемышечный орган. А легкие, они вообще представляют из себя вот такую вот штучку, если кислорода не будет, вот, бывает иногда легкая протыкается, вот, в результате травмы ребер, ну, или других травм. Вот, и легкая сокращается. И человек может даже погибнуть, если два вдруг произошло, значит, с повреждения двух легких сразу. Вот, поэтому легкие – это очень серьезный орган, очень серьезный орган. И он, значит, наполняет наш организм кислородом. Вот, и самое главное еще, почему сердце находится вот здесь. Я помню, мы когда пришли в какое-то там, на какое-то занятие, и нам врачи говорили, ну, покажите, где у вас находится сердце. Ну, даже мы там, в анатомке, и то многие не туда показывали. То есть сердце у нас находится вот здесь, вот, если кулак вот так положить, оно вот так находится, половинка направо, половинка налево, четвертинка налево. Вот, поэтому, когда вы бежите или падаете, вот еще, чтобы защищать наш сердце, тоже такие большие легкие у нас с вами, вот, и сердечко как бы в них прячется. И мы с вами дышим. 25 тысяч дохов в сутки. За 80 лет 600-700 миллионов раз мы… Ой, 600-700 миллионов раз необходим… Не поняла? А, прокачивают 600-700 миллионов литров кислорода, который необходим для нашего организма. Потому что, если ты не можешь дышать, все остальное уже не имеет значения. Понятно, да? Напишите себе это выражение и повесьте, чтобы все курильщики смотрели на это и все люди, которые, значит, работают на вредных производствах и понимали. Ну, и вообще сейчас жизнь вредная, кто живет в городе. У нас в Москве, предположим, если мы живем, мы знаем, что наши легкие такого же цвета, как у курильщиков. Потому что огромное количество токсинов мы вдыхаем с воздухом. Конечно, это фильтры у нас есть в организме, но все равно. Поэтому, если ты не можешь дышать, все остальное тебе через три минуты уже становится неинтересно. Ну, кто-то три, кто-то шесть, но больше вряд ли. Вот, таким образом. Сейчас, подожди. Если ты так просто этот слайд перевернуть сейчас. Вот. Ну, вот видите, какие красивые у нас легкие. Начинается, конечно, все с носоглотки. То есть наш нос. Сейчас я посмотрю, что там у меня. Вот. Чтобы вы тоже видели. Наш нос. Это первые ворота вообще к легким. В чем особенность? Вот вы видели на том слайде. Теперь я переверну. Вот видите нос. Потом идут пазухи. Все знают, что у нас здесь есть две пазухи. Вот. Потом начинается носоглотка. И там сумасшедший кровоток. Просто сумасшедший кровоток. Когда вы вдыхаете, ну, при повышенном зима, минус 20. Вы вдыхаете воздух холодный. Ну, он, конечно, не минус 20, может, минус 15. Но неважно. Вот. То, пока он доходит у вас до этой части, да. Вот. Значит, проходит нос, проходят эти пазухи. Он согревается до температуры 36. И поэтому мы с вами не болеем. Вот. Плюс в носовой полости живет, значит, что самое главное. Носовая полость, как вообще вот вся вот бронхолегочная. Сейчас будем об этом говорить. Она покрыта специальным эпителием. И этот эпители и слизью. Поэтому, когда вы вдыхаете воздух, там не только согревается, значит, воздух, но еще идет сразу очищение этого воздуха от микробов, от пылинок и так далее, и так далее, и так далее. Самое главное от микробов. Поэтому у вас там тоже живут бактерии, которых более 900 видов, которые все это едят. И, значит, вырабатываемая слизь, она это все потом куда отправляет пищевод. Пищевод потом все идет. И там соляная кислота разрушает все эти бактерии, вирусы, всякую дрянь, которая попадает в наш организм. Вот, дальше у нас идет с вами, значит, трахея, трахея центральная, которая разветвляется на правую и левую область. Вот, и там уже трахея начинает разветвляться на бронхе. Вот, на бронхе и постепенно, постепенно, сейчас посмотрим, да, проходит. Что самое главное, у нас еще есть с вами миндалины, забыла совсем про них, вот, потому что они являются тоже воротом, значит, иммунным органом, который предохраняет наш организм, чтобы патогенная микрофлора не попала в нашу трахею. Это самое главное. Вот, и, значит, трахея, все наоборот, реснички снизу вверх. Вот, когда мы кашляем, то у нас выходят какие-то вещи, которые раздражение вызвали, ресничек снизу вверх идет, значит, очищение легких снизу вверх. Вот, значит, то же самое, там находятся ресничные петели, образуются 300 миллилитров мокроты, которые все это промывают и убирают всю дрянь. Вот, привет курильщикам, потому что, когда вы курите, то у вас вот эти ресничные петели начинают работать не снизу вверх, а сверху вниз и гонят вам туда всякую гадость. Вот, поэтому курить очень вредно, потому что меняется работа ресничек и по выведению токсинов из легких. Вот, значит, и вымывает вот эта наша слизь, все, что неправильно и ненужно нашему организму попадает в легкие, все это вымывается, вот, и дальше тоже получается пищевод и выходит из нашего организма. Вот, значит, потом постепенно все, значит, бронхи разветвляются и образуют очень маленькие трубочки в каждом легком. Это бронхиолы. Вот, видите, они разветвляются, разветвляются, и самом низу у нас образуются бронхиолы. Вот, после этих бронхиол, значит, и таким образом самые маленькие бронхиолы переходят в альвеолы. Это самые маленькие, значит, образования в легких. Их миллиарды у нас в легких. Бронхиолы и легочная ткань – это единое целое. Вот, и заболевания в течение долгого времени, значит, альвеолы. Самое главное – это альвеолы. Значит, бронхиолы переходят в альвеолы. Что такое, значит, альвеолы? Это такие пузыречки. Очень маленькие, диаметр, вы видите, 0,18-0,25. 300 миллиардов. Общая площадь 30 метров квадратных. И поэтому легкие, вот если их раскрыть вот так вот, сейчас так вы увидите, то они похожи на губку такую. Значит, по бронхиолам, как вот кислород попадает в альвеолу. Вот такое образование, сейчас вы увидите, я вам покажу полый мешочек такой, которым заканчивается каждая альвеола. И здесь происходит газообмен. Вот здесь вот происходит на уровне альвеолы газообмен между воздухом и организмом. В воздухе альвеолы самый высокий уровень кислорода в организме 50-100 раз больше, чем в обычных уже органах и тканях. Вот видите, что такое альвеолы? Вот эти пузырьки, в которых находится сурфактант, которые не дают с вашим легким просто, значит, внезапно, как я вам сказала, ну, забыла это слово медицинское, когда легкие спадаются, вот вообще, ну, неважно. То есть они не дают нашим легким спадаться. Вот альвеолы не дают легким спадаться. И когда ребенок рождается, сейчас я посмотрю, вот, значит, и в этих клетках вот на границе воздуха и жидкости выделяют сурфактант, который покрывает альвеолы изнутри. Значит, и вот вы меня все спрашиваете. Зачем это? Холестерин, холестерин, холестерин. Вот смотрите, состав сурфактанта 90% липиды, из них 80% фосфолипиды и 10% белка. Что он делает? Он обладает бактериоцидным действием, иммуномодулирующей активностью, очищает альвеол, сохраняет альвеолы, обеспечивает в первый дох ребенка у человека 30 грамм сурфактанта, а у кита 300. Так вот, если ребенок рождается, значит, на восьмом месяце беременности, ему не дать, вот, ну, иногда надо ребенка раньше вынуть просто из мамы, то у него легкие могут не раскрыться, потому что у него не будет хватать сурфактанта. Поэтому мамам и дают, если знают, что угроза раннего рождения, дают специальные препараты, чтобы сурфактант созрел к моменту родов. Иначе ребенок не сможет дышать. Вот, поэтому это очень важная часть сурфактанта, ну, вообще самая важная часть наших легких, которая кислород через альвеолы с помощью сурфактанта, который мы с вами вдыхаем, попадает в кровь и обогащает нашу кровь кислородом. Вот это надо понимать. И вот при ковиде, вот при ковиде как раз страдают вот эти, ой, не тот слайд, и при ковиде вот как раз страдают вот эти вот альвеолы, ну, в принципе, да, вот это вот, вот видите, сурфактант внутри, вот эти сосуды, которые приносят кровь, и через альвеолы это все попадает у нас в кровь, попадает в кровь. Вот при ковиде как раз страдают альвеолы и синтез сурфактанта, поэтому у людей и уходит объем легких и насыщение крови кислородом. Вот весь механизм, который я вам сейчас показала, это и есть механизм, который происходит с легкими во время поражения, ну, не только ковида-19, а вообще любой пневмонии. Вообще любая пневмония, она, значит, может нанести, наносит вот такое, значит, поражение альвеолом, и вообще считается, что люди, у которых есть любое бронхолегочное хроническое заболевание, это люди, предрасположенные к ним из-за того, что у них не очень хорошая система сурфактанта. Вот, и еще вот легкие поэтому любят жир, понимаете, жир, они любят масло, потому что 98% им нужна холестерина каждый день, печень синтезирует. Даже если мы с вами едим масло, едим жирную пищу, все равно это только 3% от всего синтезируемых холестерина в нашем организме. Я вам суревер буду теперь повторять про это холестерин, чтобы вы забыли, что у вас высокий холестерин. Высокий холестерин – это 16-20, это уже патология генетическая, это бывает там один на миллион, может, человек. А так все это, еще раз говорю, когда вы начинаете неправильно питаться, когда вы едите фастфуд, когда вы переходите на неправильные жиры, когда вы едите вот эти все полуфабрикаты и так далее, и так далее, и так далее, таблеток, вагон от всего, вот, то вы повреждаете, значит, печень, печень вынуждена защищаться, и она начинает усиливать синтез собственного холестерина в ответ на, значит, уменьшение желчных кислот, синтеза, синтеза желчных кислот. Вот, и тогда холестерин начинает увеличивать печень, сама его выброс. Поэтому, как только вы нормально начинаете питаться, потом у кого хронических инфекций, ни у кого нету, да, а как клетки восстанавливать, как мозг восстанавливать, как ваши легкие восстанавливать и другие стенки сосудов, чем глину, что ли, замазывать, вот это все делает холестерин плюс все мембраны клеток, все гормоны и вся иммунная система. И поэтому, когда вам говорят, питайте листочками, вот пускай кто это говорит и питается этими листочками, и мозг наш работает только на углеводах, жирах и кислороде, и других микроэлементов и белков уникальных там ему надо, потому что он сам синтезирует некоторые белки, которые мы вообще ему не можем предоставить, понимаете, из того, что мы едим. Поэтому организм настолько сложная штука, что вот так вот, ой, у вас холестерин повысился, ну и слава тебе, господи, если вам 70 лет, у вас холестерин 7 лет, это норма, потому что с возрастом все повышается, и давление, и холестерин, и сахар для работы мозга. Поймите, что в организме самый главный орган – это мозг. Не будет там одной клетки, человек может отглохнуть и ослепнуть там травму затылка, и все, ничего не сделаешь, потому что гибнут нейроны. Поэтому кормите свои нейроны, кормите головного мозга, и не только, вообще организм правильно питайте. Вот, и будет вам счастье, и наши препараты будут тоже действовать на ура, понимаете? Вот, что ешь, то и болеешь. Поэтому сурфактант повреждается при коронавирусе и очень плохо восстанавливается, потому что, как правило, все-таки заболевают люди, у которых есть хронические легочные заболевания. Сейчас огромное количество людей с легочной патологией, огромное просто. Вот, поэтому, если у человека ни разу не было бронхита в своей жизни, ну вот, представляете, а кто-то вообще не вылезает из этих бронхитов. Вот, так что очень аккуратно, очень аккуратно со своими легкими. Вот это сурфактантная наша система такая. Это жировая пленка, которая в 10 раз уменьшает поверхностное натяжение жидкости, покрывающие альвириолы. И за счет этого мы еще и хорошо вдыхаем и предотвращает перерастяжение легких. То есть сурфактант, он не только переносит кислород, но еще позволяет нам с вами не задумываться, как это мы дышим и как мы выдыхаем. Как вдыхаем, как и выдыхаем воздух. Все идет у нас для нас на автомате, на самом деле не автомат. Вот, видите, но самая главная функция – это перенос кислорода в кровь. Вот, видите, через сурфактант ускоряется перенос кислорода из альвириол в кровь 50-100 раз. Его недостаток может стать серьезным препятствием на пути кислорода клеткам. И что страдает, самое главное, если понижается поступление кислорода в клетках, а что метаболические процессы все начинают останавливаться, синтез белков, жиров, углеводов. Синтез АТФ и так далее, и так далее. Вы должны понимать, легочники, какие они все ходят, синий-зеленого света. Все худые, мышечной массы нету, ничего, откуда? Ничего не будет, потому что метаболизм, все виды метаболизма в нашем организме начинают снижаться. Жир горит, а у них вообще их нету. И вот жира нету запаса, они легочные, они все дохлые, высокие. Все гипостеники, все, все. Вот у них язвенники, у них плохие. Видите, вот тоже по одному внешнему виду можно диагноз ставить. Вот если к тебе приходит гипостеник, нет, остеник наоборот, остеник худой, вот, то вот эти люди, они, конечно, у них другой совершенно обмен веществ, им надо всю жизнь все есть горячее, супы, чем раньше начинать, тем лучше, бульоны себе варить, вот это все есть, где есть жир для того, чтобы орешки, топленое масло, сало, орехи, эти кедровые, очень полезные. Ну, можно масло хорошее кедровое покупать, оливковое. Короче, вот им надо все просто лить в тарелку. Раньше лечили все эти бронхиальные астмы, ну, не только, значит, все лечили просто в сухом климате. Закапывали детей там по горло в песок, и они там медленно прогревались. Увеличивался кровоток в легких. Легкие любят медленное прогревание, не горчицы. Даже вот когда вы делаете горчичники, их нельзя делать, чтобы жгло, понимаете, смысл теряется. Надо, предположим, вот взять два горчичника и горчица к горчице, вот так вот, значит, воду, ну, такую почти горячую опустить. А на спине должна лежать бумага, вот эта вощеная такая. Если вы знаете, что чувствительность высокая, ну, там дети или подростки, два-три слоя можно сделать этой бумаги. И на эту бумагу вот от шеи с той стороны, с одной стороны, на спиной мозг ничего не кладут, и с другой стороны положили эту вощенку, и здесь так, чтобы сердце не попало, вот. И накладываете вот так вот эти горчичники на спину справа-слева, и вот здесь вот один, ну, так, чтобы на сердце только не попало, пополам можно вот так положить. Потом одевается майка такая тугая. А, предварительно можно спину растереть каким-нибудь жиром таким, ну, хорошим, вот, жиром растереть, и, значит, кладете вот эти горчичники, маечку и сверху тоже такую безрукавку. Вот, и человек спит всю ночь, греется, но на следующее утро нельзя на улицу выходить. Ну, это я имею в виду не летом, зимой, и когда температуру тоже это не делают. Вот, и вот это медленное согревание, которое у вас начинается и продолжается 12 часов, оно приводит к тому, что улучшается кровоток в легких, а там и так одна кровь. Вот еще улучшаются вот эти бронхиолы. Надо самое главное, чтобы расширились маленькие бронхиолки, не только большие бронхи, а маленькие. Почему? Потому что там и есть сурфактанта. Вот, улучшился синтез сурфактанта, который сам иммунку восстанавливает, и все. Ну, и как-то вот вы поправляетесь. Поэтому легочные пациенты любят тепло. Никаких закаливающих процедур дурацких. Вообще ничем не обливаться в тепле. Вот, понятно, да? Так, дальше у нас идем. Инфекции дыхательных путей. Ну, вот вирусы как раз, бактерии. Вирусы не лечатся антибиотиками. Вот, значит, повышается температура, плохое самочувствие, там кашель может начинаться и так далее. Первое, что, видите, написано. Острый период, пока у вас нет температуры, только начинается все, вы сидите дома, чихаете, кашляете, сморкаетесь. Пока нет высокой температуры, можно ингаляции делать. Раньше делали с картошкой, сыпали туда этот, как называется, соль такую большую, и сидели, дышали. Очень хорошо. Вот. Если у вас повышается все-таки температура до 37-38, вот, то особенно температуру не нужно сбивать. Сейчас такая тенденция идет, что все, ой, там заболело, сразу таблетку себе в рот. Ой, там заболело, сразу себе аспирин, там всякую фигню в рот льют. Особенно этот, как его, парацетамол. Это смерть печени. Просто смерть печени. Поэтому думайте 150 раз, нужно вам это делать или не нужно, или лучше реликтика выпить. И потерпеть, полежать, если вы знаете, что у вас нету судорога, если вы знаете, что вы отлично переносите высокую температуру. Что такое высокая температура? Это состояние, при котором у вас, значит, начинает работать ваша иммунная система. Значит, все вырабатываются клетки иммунной защиты, интерферон вырабатывается. Вот, и это все возбудители, бактерии, вирусы. Мы не знаем там, что у вас вызвало, значит, эту пневмонию, не знаем. Значит, и сейчас вот здесь. Да, представляете, во время Первой мировой войны 50 миллионов погибло от испанки. Вот это то, что сейчас у нас. Была испанка, сейчас коронавирусов. Ну, 50, по некоторым данным, до 100 миллионов погибло. И воспаление легких до 40-х годов 20-го века умирал каждый второй человек. Вот, от воспаления легких. И у нас сейчас не лучше 600. Вот до коронавируса все равно почти миллион заболевал воспалением легким. 35 тысяч умирает. Поэтому, знаете, это сейчас вот все пандемии, пандемии. Но, в принципе, такая пандемика небольшая всегда идет. По миру связанная с пневмонией. Вот. Ну, вот у вас проникли там, почему-то иммунка упала. У вас проникли вирусы там или бактерии ваши легкие. Вот. И, значит, самое главное, вот почему говорят, что пожилым людям после 75 лет обязательно нужно делать прививку. Почему? Видите, что происходит? Даже если это не колит, у вас развивается воспалительный процесс, то, что я сказала, повышает температура, набухают слизистые. В альвеолах нарушается нормальный воздушный обмен. Это что? Кислорода. Вот. И нарушает, не хватает синтезированного. В альвеолах синтезируется сурфактанта. У вас начинается отдышка, у вас идет перегрузка, потом сердце начинается. Сначала легочная недостаточность развивается. У вас мало кислорода, меньше кислорода попадает в кровь. Соответственно, у вас начинают страдать все внутренние органы. Самое главное – мозг. Мозг все равно заберет свои 20%. Потом печень, почки и так далее, и так далее, и так далее. Но самое главное – это как гонка за жизнь. Число бактерий увеличивается каждые 10 минут. Иммунка в этот момент должна опознать врага, чтобы уже представить это все фагоцитов, макрофагов и так далее. Но на это требуется 2 недели. Понимаете, поэтому воспаление легких так опасно, даже простое воспаление легких. Ну, как мы это говорим. Видите, не снижать температуру ниже 38, иначе что произойдет? Иначе вы сбиваете собственный иммунитет. У нас помимо врожденного есть приобретенный. Вот приобретенный иммунитет – это 2 недели надо иммунной системе, прежде чем она поймет, кто там попал в организм и как с этим бороться. А вы живете пока на приобретенном иммунитете. То есть чем вы болели, там всю жизнь память сохранена. И поэтому, когда вы начинаете снижать температуру с 38 до 36, то у вас эта вся зараза опять просыпается в клетке. Так она спит, потому что там вырабатывают специальные вещества, которые еще и парализуют эту инфекцию в клетке. Она не может размножаться. Самое главное, чтобы вирус перестал размножаться. Потому что бактерии, вирусы, они там вообще увеличиваются с гомеотической прогрессии. Вот, понимаете? А вам, предположим, 75 лет. У вас уже клеточного пула в организме не так много осталось. Вот, и вот за счет того, что у вас еще есть здоровые клетки, вот ваши здоровые клетки начинают бороться, помогать организму вот с этими инфицированными. Понимаете? Потому что вирус захватывает клетку, он не жизнеспособный, он не размножаться, не есть ничего не может, но он начинает реплицироваться ядром клетки. И постепенно, и она его начинает размножать клеткой, чтобы узнать, кто такой вообще залез в меня. Вот, и начинает его размножать. Потом он уже, его много там становится в клетке, и он блокирует клетку и переводит всю работу на размножение своих вот этих вот вирусов. Ну, и в конце концов, если все-таки иммунки, ну, как бы хватит иммунитета, то клетка может включить апоптос, то есть программированную клеточную гибель и просто умереть, чтобы все эти размножающиеся вирусы, размножающие, попали в кровь. Понимаете? Но это хороший иммунитет, получится, не получится, это уже как, что произойдет, то произойдет. Поэтому, когда у вас есть хронические любые заболевания, пилонефриты, гепатиты, неважно, какие в организме есть, хронические, вы болели всю жизнь хроническими бронхитами и так далее, и так далее, бронхиальная астма, это вообще слабое ваше место, понимаете? Ваше слабое место, вам уже организм все показал. Вот, поэтому надо это все беречь, все это надо беречь. Вот, и очень, значит, антибиотики назначают не раньше, чем на второй, на третий, четвертый день. Сейчас я посмотрю. Вот легкие зараженные. Так. Вот видите, наши бронхи, это не стерильное место, как сердце и печень. Они заселены тоже бактериями. Некоторые бактерии в них живут, другие берут на себя часть важных для организма переваривания, тоже метаболизм, им тоже там нужен, и в этом им тоже помогают микроорганизмы. А болезнетворные бактерии, вот как раз, которые вызывают воспаление, мы должны с ними бороться. Это называется сейчас, короче, на каждую клетку у нас здоровую 300 бактериальных. Это наша симбиотическая микрофлора, которая, еще раз повторю, это бронхи, не стерильное место там, и вот они заселены множеством бактерий. Вот эти бактерии, которые заселены в бронхах, они являются симбиотической флорой, которые, еще раз повторяю, на одну живую клетку нашего организма 300 бактериальных. Это клетки, которые контролируют, чтобы наши клетки уже основной гепатоциту, пневмоциту и другим клеткам не подходили патогенные микрофлоры. Патогенные микрофлоры, они берут первый удар на себя, запоминают, снимают информацию с этого вируса или бактерии. Вот, и поскольку эти бактерии быстро размножаются, они уже за день восстановятся. Вот, но вот последняя бактерия, которая там, вот когда гибель массово идет вокруг вашей клетки этих бактерий, то последняя клетка записывает всю информацию, почему умерли ее родители. Вот, и в следующее поколение оно будет уже нечувствительно, ну, то есть оно уже будет это знать от чего, и при повторном, если эта инфекция захочет повторно пройти, уже не пройдет, потому что против нее уже иммунная система знает, как бороться. Вот, так же очень сложно устроена эта защита, ее нельзя сбивать просто так антибиотиками. Вот, поэтому при кашле мокрота темно-желтая или зеленоватая, вот запомните, если мокрота темно-желтая или зеленоватая на второй день, когда у вас там на третью температуру начала повышаться, это говорит о том, что бактерии взяли верх. И только после этого можно назначить антибиотики, а не сразу, когда еще нету продуктивного кашля, вы не знаете, какая у вас там мокрота, и вы начнете себе, значит, это сразу антибиотики с первого дня. Ну, дисбактериоз и все, и потом ослабление иммунитета, и там уже будет, никто не знает, чем дело кончится. Вот, поэтому, видите, бактерии делятся каждые 15 минут, а мы делимся один раз в 25 лет. Вот. А против вирусов, хорошей противовирусной терапии еще не существует. Но у нас есть противовирусная терапия, это, конечно, реликтов наш, салютом, легкие. Все, что восстанавливает нам неспецифический иммунитет, значит, печень, почки, поджелудочная залеза, сквозный мозг, селезенка и так далее. Но это мы сейчас будем дальше смотреть. Вот. То есть самое главное – это хорошая иммунная система всегда. Вот. Вот то, что я вам сейчас рассказала. Последние годы все больше внимания уделяется колониям бактерий и грибков на поверхности тела. Многие процессы в нашем организме были бы немыслимы без симбиотического воздействия с бактериями пищеварения. Заселенные слизистых оболочек легких ценными бактериями имеют важное значение. У здоровых пациентов и у пациентов с хроническими заболеваниями дыхательных путей состав бактерий разный. Вот то, что я вам и говорю, там тоже дисбактериоз. Так же, как и в кишечнике, если вы думаете, что у вас снижена просто так иммунная система, и вы боитесь и болеете легочными заболеваниями, это нарушена система. Система нарушена. Вот. Организм долго имеет огромное количество резервов организму, но все-таки удается добить. Вот. Поэтому надо беречь свою симбиотическую микрофлору. Вот почему мы пьем реликту, восстанавливаем не только легкие, когда он проходит по пищеводу, он не только общается с пищеводом, но он общается и с трахеей, потому что она рядом лежит. И с легкими, там тоже слизистыми все покрыто. И с желудочно-кишечным трактом. И все, весь организм – это слизистые, которые защищают нас от проникновения патогенной микрофлора. Ну вот, если вот как развитие идет вот этих хронических всех инфекций, это значит, когда стойкие повреждения бронхиальной системе или альвеолах, там заселяются бактерии, которые обычно там не бывают. Это скриптококки, и они как раз находятся в мокроте при гнойных воспалениях. Здоровые и легкие – бактерии, которые играют важный рост в процессе обмена веществ в легких. А здоровая микрофлора, так же, как в кишечнике, что микрофлора делает и не только переваривает нашу пищу оставшуюся, которая приходит, как выключите там микрофон, микрофон выключите или что-то такое у вас там включилось. Значит, она не только засевает микрофлору у нас. А кто у нас микрофлора в кишечнике засевает? Аппендицит. А здесь, видите, микрофлора, она тоже засевает наши бронхи и выполняет роль, как в толстом кишечнике, когда они съели всех там, кого надо, кого не надо при переваривании пищи, микрофлора разрушается и выходят витамины. Витамины, и тут же самое, то же самое и для легких, микрофлора, она их тоже участвует в обменных процессах в легких, метаболических. Именно чтобы, им же тоже надо есть, не только кровь качать, надо же силы на все. Вот, им тоже нужны белки, жиры, углеводы, микроэлементы. Знаете, не заправишь, не поедешь никуда. Так и в организме. Ну вот и профилактика легочных заболеваний и пневмония. Вот, значит, недостаток жиров с пищей в первую очередь идут в легкие для синтеза сурфактанта. Недостаточное потребление жирной пищи приводит к тому, что нарушается выработка сурфактанта. Один год на обезжиренной диете, и вы постоянно в гипоксии из-за того, что кислород просто плохо всасывается в кровь. Жиры никакого отношения не имеют к ожирению. Ну, конечно, если их не есть, нам по килограмму в день. 30 грамм жиров в сутки – это норма. Не надо есть ложками и тазиками, как у нас любят. Так, значит, жиры никакого отношения не имеют, зато имеют отношение к обеспечению организма кислородом. Вообще жиры в нашем организме у женщины должно быть 20% от массы тела, 25% у женщины, а у мужчины 20%. Это депоты глицеридов, три глицеридов – это наша энергия. Потому что при сжигании одного грамма жира образуется 9 килокалорий. Вот, а белка 4 килокалория, и углеводы тоже 4 килокалория. Вот, поэтому организм вообще не любит, когда жир тратят на что-то. Это запас НЗ на всё. Вот, главная цель поступления жиров в организм – дыхательная функция синтеза сурфактантом. Главным органом жирового обмена является лёгкая. Именно лёгкая решает, сколько жиров они возьмут, а сколько отдадут другим органам. А ещё печень самой нужна, ещё сосудам нужна, ещё гормонам нужна. А вы говорите, зачем нам это? У нас высокий холестерин, да молитесь на это, потому что это говорит о том, что у вас хорошая иммунная система, и онкология вас не настигнет. Да, как холестерин только в 70 лет или даже в 60, видишь, 3 без статинов – это сразу мысли о онкологии. Или очень большой, значит, поэтому это очень опасно, когда холестерин начинает снижаться. Вот, наша любимая продукция. Что ж у нас такое есть там? Ну вот, у нас есть с вами мицеллярные продукты. Это у нас Детокс 31. Ну, вы знаете, поскольку вы уже знаете эти препараты мицеллярные, я хочу сказать ещё раз. Значит, здесь самое главное – всё в производстве. Мицеллы, они у нас в организме тоже образуются. Я же вам, когда мы стали с вами знакомиться со всей нашей продукцией и мицеллярной, и энергоинформационной, и органопрепаратами, я вам всегда говорю, что ничто не будет работать в организме, если этого у него нет самого. А поскольку организм всю жизнь образует мицеллы в нашем организме, как я вам рассказывала, когда вы начинаете кушать любую пищу, она попадает в желудок, потом порциями маленькими, там по 20-30 грамм, она попадает в 12-перстную кишку. Туда, значит, открывается проток желчи и поджелудочной железы. И вот желчь, она как раз убирает соляную кислоту, нейтрализует, должна нейтрализовать её, иначе дырка будет в 12-перстной кишечнике, потом в кишечнике. Вот, значит, сделать её нейтральной, щелочной, щелочной сделать, из кислой в щёлочь, а потом вообще нейтральной всё становится. Вот, значит, и для того, чтобы вот та пища, которая вышла из желудка, обработанная, уменьшенная в размере во много раз, один микрон всего остаётся, и вот этот один микрон, значит, желчь, 12-перстная кишка начинает сокращаться, взбивает эту желчь, как у нас в стиральной машинке, порошок, и вот эти вот мицеллярные капельки, мицеллярные капельки, которые образуются из желчи, они окутывают пищу, и вот ваш кусочек там, я не знаю, сыра, он вот так вот, уже обработанный, конечно, до одного микрона, он вот так в мицелку погружается, погружается, и идёт в тонкий кишечник, и через выросты тонкого кишечника, у нас там специальный такой эпителий, вот на конце этих выростов у нас есть такие ворсинки, на одном вырасте тонкого кишечника 35 тысяч таких ворсинок, и вот вы позавтракали, а процесс пищеварения продолжается, и всасывание 6 часов, не думайте, что вы позавтракали, прямо вот сейчас у вас там всё улетело куда-то, ничего подобного, вот, и вот эти мицеллы, они через эти ворсинки начинают доставлять, значит, вот эти переваренные продукты, значит, в кровь, оттуда в селезёнку, оттуда в печень, печень дочищает селезёнкой всё, потому что в селезёнке лимфоциты, чтобы ни одна инфекция, никакая гадость, которую вы там съели или выпили, особенно вот касается этих бадов, всю траву эти люди пьют, непонятно что, тратят и на бью жизни своей, ну ладно. Вот, и таким образом, значит, вот эти мицеллы, они у нас образуются с помощью этой желчи нашей. Ну, у многих нету желчного пузыря, просто человек уже старше 60 лет, 70, уже нету такой качественной желчи и так далее, и так далее, и так далее. И вот, когда вы пьёте вот этот детокс, он у нас не в масляном растворе, а просто в капсулах, вот, это вы пьёте, нет, или он в капсулу, нет, с маслом, с маслом, с маслом, и что-то его путаю с чем-то, ну, неважно. Значит, он с маслом, вы когда пьёте эту капсулу, там уже мицеллы сидят, там уже сделано всё, что там, значит, сделан этот продукт с мицеллами. Вот это масло, оно уже всё мицеллированное, то есть она готова к употреблению. Вот, и что они тоже захватывают продукты, эти мицеллы, и сразу, так же, как и вот мицеллы, которые образуются из желчи, они через стенку тонкого кишечника переносят вот эти микро, значит, переваренные эти штучки после еды нашего, ну, там, не знаю, хлеба, предположим, вот, и потом возвращаются этими целые в тонкий кишечник. И вот 5-6 часов они помогают перетаскивать еду, которую мы с вами съели, в кровь, и для того, чтобы после того, как она пройдёт уже печень, она могла чистая кровь с питательными веществами разноситься туда, куда нужно, в клеткам питания наших клеток начинает осуществляться. Понимаете, вот что такое мицеллярные продукты. И когда это было доказано, эта методика, что активность вот одной капсулы равняется активности 30 капсул, которые вы пьёте, предположим, в какой-то другой компании, где просто масло какого-то там налили, никто не знает какого, вот, и какого качества и так далее. Вот, и вы пьёте это масло, и, соответственно, у вас вообще не знаешь, какое масло там пьёшь, про горка и не про горка, там что-то не пахнет, там капсула. Вот, поэтому аккуратненько будьте с этими со всеми, лучше маслица съешьте хорошего. Вот, и мицеллярный продукт, он совершенно другой, это вам считайте, в день надо 60 капсул выпить. Ну, потому что процесс пищеварения, это вам не просто так. Огромное количество вырабатывается в пищеварительных соках, ферментах, это я вообще не говорю, до 7-9 литров проходит через кишечник каждый день в жидкости. Понимаете, это колоссальное просто. Ведро пищеварительных ферментов вырабатывается каждый день. Вы можете себе представить? Ну, вот как-то так. Это вот мицеллярный продукт. Дальше у нас. Так. Ну, вы знаете уже, это наши таблеточки кедровые. Вы знаете, как пить? Я не буду на них оба... Это, значит, антиоксидантные. Ну, это тоже самое. Антиоксидантная система защиты, тоже самое. Вот, все. Ну, позитивки. То же самое. Это тоже... Вообще считается, что кедровый белок, он самый позитивный для легких именно. Да, вот кедровые орехи, они очень полезны для легких. Вообще кедровое масло, оно тоже полезно. Детишкам своим давайте. Да, это очень хорошая вещь. Ну, и наши препараты... Чтобы как-то они задрались немножко. Ну, не важно. Значит, первый препарат, это у нас с вами... А, лор. Вот. Первый препарат, это у нас с вами лор. Потому что лор, он очень хорошо... То, что я начинала говорить, с чего к презентацию, что нужно, чтобы была идеальная слизистая носоглотка для того, чтобы правильно согревался воздух, правильно попадал в нос, потом попадал уже туда. Дальше в трахею, в легкие, где через нос он начинает согреваться, очищаться. Миндалины его тоже все это регулируют, чтобы никакие тоже лишние бактерии, никуда микробы не попали. Вот, поэтому это очень важно. Лор. Вот, значит, он энергоинформационный препарат, и он как раз вызывает тоже регенерацию слизистой. Даже иногда у нас были такие случаи, что люди пшикали лор, а проходили вагиниты. Ну, кому вот, знаете, организму какому что нужно, он решает это сам, мы с вами не решаем. Так что лор сейчас вообще вот скоро осень начнется, я вам прочту ренит. Как правильно лечить ренит вообще, чтобы не было атрофического ренит, который сейчас все ходят с ним, мучаются потом, вообще ужас как. Дальше у нас идет тимус-1, ну, вы все знаете, тимус-1, это вилочковая железа, которая нужна нам для того, чтобы у нас хелперы-киллеры были, потому что после 50 лет практически хелперы-киллеры, поскольку вилочка железа превращается в жир, вот, они постепенно начинают уходить, поэтому очень важно. Ну, и на ночь тимус-2, вот здесь не написано тимус-2, особенно у кого там бронхиальная астма или какие-то еще аутоиммунные, аутоиммунные, ну, вообще уже после определенного возраста аутоиммунное состояние организма резко повышается, потому что любые хронические инфекции приводят к образованию антител. У нас очень много антител там ко всему, к идее, к чему хочешь. Вот, ну, и, значит, но и легкие, конечно, пневма, ее можно капать, да, в принципе, каждому человеку болеешь, не болеешь, какая разница, все равно нужны хорошие легкие, вот, и если у вас, предположим, нету температуры, вот вы переболели, у вас нет температуры, то вы можете еще, значит, сделать себе ингаляцию. Их нельзя делать только при туберкулезе, при высокой температуре, когда вы болеете, ну, и при онкологии их нельзя делать вообще, ингаляции. А так можно делать с пневма, мы рекомендуем, это ультразвуковые нейбулайзеры, на 3-4 миллилитра физраствора, 5-6 капель пневмы, ну, и пьете в течение дня. Вот, и пневма можно делать, и салютом, салютом не вижу, и салютом можно делать также, ну, там просто на 2-3 миллилитра физраствора идет где-то 2 миллилитра, на 2-3 миллилитра физраствора идет миллилитр с салютом, от чистого прям туда. Вот, тоже через час после еды можно в течение 15 минут дышать очень хорошо. Ну, реликтум это само собой, то есть сейчас уже все должны переходить постепенно более темным раствором, сами себе подбирайте, передозировать реликтум невозможно, вот, его можно пить хоть не растворяя. Но лучше такую теплую или горячую воду, неважно, что сейчас жарко, горячая вода снижает температуру тела и легче становится. Вы знаете, сами живете в таком жарком климате, что горячий зеленый чай очень хорошо, значит, охлаждает. Вот, ангел можно в увлажнитель воздуха, а можно вместе с селеном разводить и тоже очень хорошо для соединительной ткани, для формирования защитных вот этих слоев всех, слизистых, очень хорошо. Это у нас ангел. Ну и селен, не забывайте про селен, потому что это основной микроэлемент для наших клеток. Он участвует в огромном количестве биохимических реакций в нашем организме, в том числе на нем едет в щитовидку йод. Вот и морскую иодированную соль, когда вы употребляете, и вот ангел с селеном, это шикарно совершенно для улучшения работы вашей щитовидной железы. И детям, и взрослым надо все это пить. Ну, сердце, это понятно, потому что сердце, оно всегда страдает при легочных патологиях. Вот, это вы там сами. Ну, печень, я уже сказала, печень тоже должна идеально работать, потому что огромное количество у вас там, если болеет человек воспалением, да любым воспалением, этот гной, куда он девается-то, кровь попадает, и его почки выводят, вообще весь белок выводит почки. Почки, кишечник, я не знаю, там как попадет, все попадает в кровь и в почки. Вот, и, соответственно, это тоже надо все из организма выводить, поэтому печень, почки, выводящаяся система, она должна работать идеально. Вот, потом костный мозг и селезенка, ну, понятно, после 50 лет тоже костный мозг, постепенно красный, как мы его называем, превращается в желтый, уже не такой активный. А вы помните, я вам на той неделе говорила, что у нас каждую минуту 140 миллионов эритроцитов гибнет, и 140 миллионов эритроцитов образуются. Вот, а это все делает костный мозг, поэтому вот такая вот схема, ну, плюс там с вашими особенностями питание, значит, у нас идет на первом месте, из чего все формировать. Так, понимаете, питание формирует, как наши клетки будут работать, потому что если хорошее питание, то у вас организм рад, потому что его покормили, и он вам все правильно сделает. Ну, если не очень, то, значит, ну, из чего готовить-то суп? Если у вас мяса нет, то вы же не можете сварить борщ или там мясной какой-то суп. Вот, так что, поэтому это надо, это первое, потом уже вот эти все препараты и так далее, и так далее, и так далее. Все вместе надо, невозможно, без хорошего питания хорошо себя чувствовать. Ну, вот такой вот, вот такая вот лекция, а на следующий раз я вам прочитаю по короне. Да, подготовлюсь. Вопросы есть? Большое спасибо. Сейчас я сделаю доступ к вопросам, чтобы могли задавать. Одну секундочку. Да, включайте микрофоны, микрофоны, да, задавайте вопрос. Диана пишет, давайте. Вот мужчине 52 года, дальнобойщик. В течение последующей недели скачки давления, учащенный пульс, головокружение сильное, под отделение последние два дня по 3-4 раза в день. Приступы давления 116 на 130, пульс 90 на 42. Начал принимать реликтин, сальтин, коронар, кардин. Что можно еще порекомендовать? Самое главное, что порекомендовать? Правильное питание порекомендовать. Голд, холод и покой. На овощи его, без молочных продуктов, никаких сыров, никакого мяса красного, никаких колбас, вообще ничего вот этого. Овощи сейчас, фрукты, ну фрукты тоже, они жидкость задерживают. Дальнобойщики, они, как правило, все плохо спят. Ему надо церебром дать, ему нужно дать этот мелатонин наш препарат для головы. Ему нужно, значит, сейчас я вам скажу, церебром 4 обязательно, потому что он улучшает отток. А немного потом глаза обязательно спросите, не это ухудшение зрения. Обычно у них ночное зрение ухудшается, значит, ему тогда визум хотя бы. Ну и печень, почки, вот это все, понимаете, сердце, сосуды, это все прекрасно. Да, но самое главное, ничего не солить, вот, немножко только подсаливать в тарелочку и все ему. Никакого кофе, никакого чая крепкого. Реликту пускай пьет, печень свою чистит, все дальнобойщики питаются всякой гадостью вообще. Вот, и все, и постепенно все само пройдет. Это чисто психосоматика. У мужиков 52 года уже тоже климакс наступает. Ну и потом надо, конечно, УЗИ сделать, сделать биохимию, нам сбросить, и мы посмотрим. Хорошо, вот, и теперь, да, вот, спасибо, говорят. Теперь вопрос, мужчине 46 лет, курит 40 лет получается, да, вот, бросать не собирается, что-нибудь давать из нашей... А? С 6 лет, что ли, курит? Да, курит 6 лет и спрашивает, что бы ему порекомендовать из нашей продукции. Ну, что ему порекомендовать? Ну, обычно у них самое, да, ладно, если там даже еще легкие пока целы, он молодой, но ноги-то уже не целы, потому что, к сожалению, у них развивается атеросклероз одной из какой-то артерии на ногах. Поэтому ему надо сделать обязательно, значит, УЗДГ сосудов шеи и ног, потому что у них рано развивается атеросклероз сосудов одной ноги нижних конечностей, как правильно. Поэтому, если у него давление низкое еще, вот, или, наоборот, скачет, ну, наверное, низкое, вот, то ему обязательно надо смотреть за давлением, чтобы у него давление было нормальное. Тогда салютом кардиума ему, салютом, салютом деток, салютом нейра, этому очень все нужно. Вот, и вовремя, вовремя начать препараты там давать еще одним, вот, так что пускай сделает обязательно сосуды нижних конечностей, ну, я уж не говорю там про легкие там внутренние органы, вот, ну, бывает такое генетически, 96 лет человек живет, пьет, курит, ну, это генетические особенности. А сколько не дожили до 46 лет, которые курили с 6 лет, мы не знаем. Но здесь самое главное не проглядеть, конечно, ну, рак легкого, конечно, так-то вообще, в принципе. Но раз он 40 лет уже курит, то, значит, его тоже сейчас нельзя быстро сбрасывать с этого курения. Обычно мы рекомендуем на маленькие сигаретки переходить. У них очень большой дефицит кадмия, и вот, когда бросают курить, вот, они, там, в сигаретах, в этом табаке содержатся вот эти вот микроэлементы, когда они, они там начинают все есть, толстеют там на 20 килограмм, потому что им не хватает. Там еще это никотина у них очень мало в организме, в этот, запасается никотиновой кислоты. У них вот спазм сосудов, вот это все, поэтому там тоже надо, если он сможет, хотя бы на сигареты полегче перейти. Вот, и я своим там тоже пациентам рекомендовала, чтобы они, знаете как, вот первые три, ну, втягивание дыма, вот это вот, три затяжки, и все. И они эту сигарету тушат, не выбрасывают, а потом ее опять прикуют. Гадость невозможная просто. Согласен. Да, но вот лучше самое, и это стенозово вызывает, вот наш артист же, Филатов, он же курильщик был, и у него был, развился стеноз почки, и он умер-то почему? Потому что у него просто почки отвалились из-за того, что у него давление было 240 на 120. И у нас в Москве, в институте транспортологии, я его видела там, ему пересадили эти почки, но он прожил всего два года, потому что у него, он умер от пневмонии, бестемпературной. Вот, поэтому это очень серьезно все. Большое спасибо. Такая бы это легкие там пить, вот это все, что я сказала, реликтум, конечно, сердце. Ну, салютом мы салютом, если у него нормальное давление, салютом пускай пьет. Хорошо. Еще вопросы? Микрофоны включены, можете включать микрофон и задавать. Включайте, задавайте. Все, мужики, мужики, про детей бы хоть спросили. У все там сопливые дети, а у всех с этими... Добрый вечер. Да. Любовь Викторовна, вот у меня дядя попал с пневмонией двусторонней. Вот четыре дня он уже лежит в больнице. Сегодня я ездила туда, мне сказали, что прогрессирует пневмония, но не подключает ИВЛ. А подождите, сколько ему лет-то? Ему 77. А что подключать-то, если у него пневмония простая или ковидная? Нет, простая. Сказали, простая. Ну, значит, у него объема легких хватает пока ему. Ну, говорят, сатурация нормальная. Ну, вот я вам про это, зачем его подключать? Это, знаете, тяжелая процедура. Ну, а дышка сильная, дышать ему тяжело. Ну, ничего, кислородные баллоны для этого есть. Баллоны подключили. Ну, и все, пускай лежит, дышит целый день. Не надо просто от них, от этого, ну, и ночью, днем надо дышать, потому что сурфактант не может пройти, понимаете? Техи у него не так поражены, у него как-то не может сурфактант, поэтому, если вы там, а вы не ходите к нему в реанимацию? Я заходила сегодня. Не пускает, да? Нет, я заходила, он в палате лежит. Я заходила, я прямо одела всю одежду вот эту противоковидную и заходила к нему. Ну, раз у него не ковид, сейчас ему станет полегче, надо его сразу забирать, чтобы он ковидом не заболел. Вот, как-нибудь ему там приносите, хоть это, реликтум разводите, в бутылке говорите, что это чай, пускай он пьет его, хоть отмывается от этих антибиотиков. И реликтум прямо из салют, он налейте, там тоже ручки 3-4, ничего не будет, поактивнее будет, ладно? Хорошо. Сказать хотя бы так. Спасибо большое. Пожалуйста. Ну, давайте, девушки, красавицы. Галина, говорите, вы включите микрофон. Так, ну, кто-то там, давайте, спрашивайте, много же вопросов, не обязательно по легким спрашивать, можно почему угодно спрашивать. Да, пока есть такая возможность. Да, давайте, давайте, ребят, у нас еще пару минут. Ну, спросите меня, о чем, как эндокринолог, что у вас там никого нету, что ли? Все поправились? Все пьют ахульбиотики с нитцами, все здоровые и окружение здоровое. Ну, хорошо. Извините, Любовь Викторовна, я хотела еще уточнить, реликтум и салютум в одну бутылочку, да, можно все смешать? Да, ну, литровую такую наберите. А сколько капель, вы сказали, по пятнадцать? Капли. Этот реликтум просто черного цвета, сделайте ему черного. А салютум? А салютум туда, ну, две-три чайные ложки хотя бы. А, две-три чайные ложки. Конечно, ну, на литр-то, что там, капли-то, куда их вообще? Все, поняла. Хорошо, спасибо. Пожалуйста. Ну, что, все. Ну, все устали, всем тяжело. Но все равно на следующей неделе Вин Петровна вам там готовит лекцию, но я вам тоже про калит расскажу. Хорошо, тогда, да, раз вопросов сегодня нету, будем заканчивать. Спасибо большое, Любовь Викторовна. Ну, все, давайте, всем пока-пока. Пока-пока. Пока.